По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области ситуация с ОРВИ и гриппом достаточно спокойная, чего не скажешь о самой столице Урала. Специалисты говорят о начале эпидемии гриппа в Екатеринбурге. Губернатора области Евгения Куйвашева сложившаяся ситуация всерьёз взволновала, и он встретился с компетентными в этом вопросе лицами. Подходит тот период, в котором мы должны готовиться к сезонным заболеваниям ОРВИ. И как мы готовы сегодня к тому, чтобы противостоять, обсудить вопрос вакцинации этого вопроса. И, конечно же, необходимо, Сергей Владимирович, хочу услышать от вас, что необходимо нам сделать в Минске главного самоуправления по проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в целях предупреждения ОРВИ. На совещании речь шла о состоянии заболеваемости на данный момент, о прогнозе развития ситуации и, конечно, о готовности к её развитию. Первый рост заболеваемости был отмечен в городе Екатеринбурге, где превышение эпид-порога по разным возрастным группам от 20 до 80%. 20% – это у детей, 80% – это среди взрослых. Начиная с третьей недели, с 14 января, аналогичная ситуация отмечена и в муниципальных образованиях Сверховской области. Эпид-порог превышен в 1,6 раза. И в целом мы можем говорить о том, что сегодня начало эпидемии, в общем-то, имеет место. Кроме этого, отмечен рост заболеваний пневмониями, вирусной этиологией, более полутора тысяч пациентов. И среди них появился ряд тяжёлых пациентов, которые мы в соответствии со всеми инструкциями взяли на особый мониторинг через наш центр медицинных катастроф. На данный день и сегодня таких пациентов 11. К счастью, все с положительной динамикой. Но такая ситуация имеется. На данный момент учёные-медики не придумали иной защиты от вирусов гриппа, как вакцинация. Потому губернатор первым делом поинтересовался, как обстоят дела именно с вакциной. Вакцина было в достаточном количестве. Мы привили почти 1 миллион человек. Подавляющее большинство – это российские вакцины Гриппол и Гриппол+. Которые содержали те штаммы гриппа, как по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Это вирусы гриппа H1N1, H3N2 и вирусы гриппа В. Сегодня те лабораторные исследования, которые проведены, подтверждают, что, в общем-то, те вакцины, которые мы прививали, они содержат именно те штаммы гриппа, о которых нас и предупреждали. Также Сергей Белявский добавил, что имеется и неприкосновенный запас вакцины на случай, если эпидемия перерастёт в пандемию. Но всё же есть надежда на достаточный объём привитых граждан, что не должно, в свою очередь, допустить критических ситуаций. А медицинские учреждения работают в соответствии с намеченными планами. Мы оцениваем ситуацию как достаточно прогнозируемую. Мы находимся действительно в начале эпидопроцесса. Со второй недели этого года начался подъём заболеваемости. На сегодняшний день мы на 30% заболеваемость выше, чем аналогичные периоды прошлого года. по острым респираторным заболеваниям и по пигмониям. Конечно, у нас есть отдельные территории, где уровень заболеваемости выше. В частности, на сегодняшний день 8 муниципальных образований, где в полтора раза заболеваемость выше прошлого года. Это Полевской, Туринск, Верхняя Бышма, Краснотуринск, Сухой Лог, Верхняя Салда, Кировский район города Екатеринбурга, посёлок Уральский. Циркуляция вирусов началась с последней недели декабря прошлого года. На сегодняшний день преобладают вирусы гриппа типа H1N1, это пандемический грипп свиной. Он имеет распространение небольшое, и мы сегодня оцениваем, как спокойную ситуацию. Тем не менее, он опасен тем, что поражает нижние отделы дыхательных путей. И, конечно, угрожаемый является по капиталу. На сегодняшний день, ещё раз подчёркиваю, уровень заболеваемости пневмонии превышает лишь на 2% выше, чем в прошлом году. Уровень прошлого года находится под особым контролем органов здравоохранения. На фоне вышесказанных цифр и возможных последствий оптимистично звучали прогнозы. Какой мы прогноз на сегодняшний день имеем? С учётом того, что у нас очень высокий уровень привитости населения, мы 42% населения области привели, в отличие от России, где 26,5%, по отдельным территориям до 50% в области. И это даёт нам основания быть уверены в том, что подъём заболеваемости будет незначительным и по интенсивности, и по продолжительности. Мы планируем, что с учётом второй недели начала, 5-6 недель будет длиться этот процесс. Сейчас пик заболеваемости придёт на пятую календарную неделю, это где-то к 28 января мы будем иметь максимальные уровни. И общее количество переболевших составит не более 7% от численности всего населения области. Напомню, в прошлом году цифра была 5%. Может быть, чуть выше, чем в прошлом году, но не о пандемических случаях. Общий прогноз по заболевшим будет порядка 290 тысяч. По завершении совещания министр здравоохранения области подвёл некоторые не менее оптимистичные итоги. Во-первых, мы проинформировали губернатора о том, что у нас достаточно высокая иммунная прослойка, и она сегодня составляет 42,1% иммунизированных против гриппа. Для сравнения, в Российской Федерации этот процент составляет только 26,5%. Вообще эпид-порог 30% и больше считается достаточным для того, чтобы остановить эпид-процесс. У нас 42,1%, поэтому мы в этом плане с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие процесса, хотя рост заболеваемости есть. Мы говорим о начале эпид-процесса, о начале эпидемии, но с учётом того, что уже 3 недели она длится, а такого существенного подъёма нет, мы прогнозируем, что к концу февраля рост заболеваемости прекратится. Вторая важная составляющая – это профилактические мероприятия, которые необходимо предпринимать, особенно в детских дошкольных учреждениях, в школьных заведениях. Если будет увеличен порог заболевших выше 20%, то необходимо закрывать классы, если свыше 30%, то может быть и дошкольные учреждения тоже. Сегодня этого нет. Но мы рассказали о том, что лечебно-профилактические учреждения, медицинские работники готовы, если будет дальнейшее рост заболеваний. У нас есть необходимое количество противовирусных препаратов, созданы необходимые резервы, которые есть на складах. И лечебно-профилактические учреждения, и врачи, понимая, что сегодня мы вошли в рост заболеваемости, план мероприятий, который каждый будет выполнять на своих рабочих местах. Поэтому две вещи. С одной стороны, профилактику мы провели достаточную, с другой стороны, мы сегодня готовы к тому, чтобы бороться с той заболеваемостью, которая может у нас возникнуть. Но по прогнозам, которые дают, в том числе и специалисты, у нас в этом году высокого роста заболеваемости не прогнозируется. Такого, как был в эпид-сезон 2009-2010 года, выросло количество пневмоний, которые мы мониторируем, наблюдаем, перегоспитализируем для того, чтобы избежать каких-то осложнений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...